Сегодня мы с вами поговорим немножко про сороковую страницу трактата СУКа. И здесь продолжение СУГИ, которое я уже немножко начал обсуждать на предыдущем уроке, а именно связанное с седьмым годом. Я сказал, что из Мишны простой смысл выглядит, что Кайтрог создает проблему. На самом деле с геморой, еще начиная с предыдущей страницы и продолжение на этой, выглядит, что все не так просто. Ну, начнем с того, что есть обсуждение насчет, как мы уже говорили, Этрога, который с шестого года зашел на седьмой. То есть он вырос в основном в шестом году, но если его сорвали с дерева в седьмой год, то по многим мнениям Этрог, так как он растет на всей воде, как говорится, он постоянно растет, то и седьмой год здесь играет роль. То есть, так же, как овощи, когда их вырывают из земли, это играет важную роль, даже если они уже практически полностью созрели в предыдущий год, если их после роша шаны в начале седьмого года вырывают из земли. Также в этом Этрог, возможно, подобен овощам, в отличие от Лулова. Поэтому, казалось бы, выглядит, что если Лулов-мамаш рос в сам седьмой год, то есть, получается, для нас это будет тот Лулов, который мы берем после седьмого года, да, в восьмой. Поэтому, если вот пальмовая ветка была принесена из Израиля, то будет проблема Эрихойра, и, соответственно, нужно тогда и ее как-то покупать не на деньги, да, или использовать концепцию Оцар-Беддин, или еще один из способов, которым, возможно, что разрешено покупать плоды седьмого года. На самом деле, все не так просто. И здесь вот Бартенура, Владимир Бартенура, главный комментатор Мишиной, приводит открыто, что простой смысл Мишиной все-таки, что только Этрог, вся проблема только в Этроге. А к Лулову не относится вообще запрета седьмого года, это просто палка. Это же не финики, если бы финики от пальмы нужны были бы в сукот, тогда дело другое. Но нам нужна только сама ветка пальмы. Какой может быть свято седьмого года у этой ветки? И многие решоним, как написал, в том числе Шевет Олевий, другие мудрецы, многие решоним считают так, как здесь написал Бартенура. Бартенура вообще считается ранее охорон, он был на границе между решоним и охороним, был итальянский мудрец, который жил порядка 500 с чем-то, может быть, лет назад. Во всяком случае, он считается, в общем, как охорон уже. Но есть и решоним, есть и ранние мудрецы, которые считают явно, что к Лулову вообще не относятся законы святости седьмого года. И такого обычаи, как я уже говорил, большинство людей полагаются на это мнение. И так бежит Шевет Олевий тоже, что есть на что положиться, не беспокоиться о Лулове вообще. Хотя это не так все просто, это зависит, видимо, от разных мнений в нашей же суге. Вот как раз на нашей странице Лихойра выходит, что есть разные мнения насчет того, относится ли к Лулову. А что насчет хадас, мирт? Мирт, он, без сомнения, несъедобный, но он вкусно пахнет. Ну, как известно вот насчет четырех растений, что одно растение, да, трог имеет и вкус, и запах. Лулов, ну, он сам, конечно, не имеет вкуса, но у него растут финики, которые имеют вкус. Хадас имеет только запах. Ну, а рова, у него нет ни вкуса, ни запаха. Так вот, вопрос насчет мирта, да, насчет хадасим. Есть ли свято седьмого года у хадасим, если их будут из Израиля привозить. Насчет этого тоже есть диспут. Я видел книги Пискейт Шивот. Это важная книга, которая вот сейчас, прямо как вот, пока мы делаем свои уроки, они выходят в время новые тома этой книги. Автор живет в Израиле, и очень его книга распространилась почти во всех синагогах теперь, в большинстве домов еврейских есть хотя бы какие-то тома этой книги. Он фактически по порядку Мишнабруры описывает много других законов. То есть, он не комментирует сами слова Мишнабруры в основном, а использует Мишнабруру скорее как трамплин, чтобы привести, что написали другие поски, в частности, современные мудрецы. Очень много вот так можно вопросов найти. Как раз про седьмой год Мишнабрура вообще ничего не обсуждает. Мишнабрура, автор Мишнабрура, Хофицхайм, да, Раби Саэм Мирако, он уже в Белоруссии. Хотя, в принципе, из Израиля могли привозить его вовремя. Этроги, может быть, у них тоже были в основном израильские троги, я не знаю. Тогда, кажется, в основном из Италии везли этроги, может быть. Но даже, что привозили какие-то израильские троги, то тоже не исключено, что, во-первых, их вырастили не евреи. Да, тогда еврейских садов почти не было. В общем, по тем или иным причинам тогда эти вопросы почему-то не касался автора Мишнабрура. Либо потому, что они не были применимы часто, либо еще по каким-то причинам. Но вот Пискетшувот, он уже, конечно, в наше время, живя в Израиле, без сомнения должен был этот вопрос внимательно обсудить. И он вот приводит один за другим. Сначала, что делать насчет этрога. К этрогу точно относятся святы седьмого года. И вот все варианты, что можно сделать, чтобы поднимать такой этрог, и что потом с ним делать. Потом переходит к Лулову и приводит то, что я вам сейчас рассказал. И потом переходит к Хадасим. И насчет Хадасима он пишет, что Магариль Дискин был такой великий мудрец. Он родом был тоже из бывшей России. Он был в свое время даже Брест-Литовский раввином. Было много брисковских так называемых раввинов разных в поколениях. Вот он тоже был один из раввинов Брест-Литовска. И он переехал в Израиль и был там очень крупным лидером, может быть, самым известным мудрецом в тот период времени. Запомните это имя, если вы не слышали. Рабь Йошо Лейб Дискин. На самом деле, у него было много имен. Йошо Лейб – это только часть его первых имен. У него имя Шея, Игуда, несколько имен было первых. Но вот обычно называют просто Йошо Лейб. Так вот этот Рабь Йошо Лейб Дискин, он жил примерно около ста лет назад где-то, можно сказать. Умер немножко, наверное, умер порядка ста лет назад. Так вот он, когда приехал в Израиль, соответственно, этот вопрос встал на повестке дня. Он считал, что не относится к Хадасим, к Мирту вообще не относятся эти законы. Во-первых, по Ирисовскому Тамуду вроде бы есть неуверенность, относится ли к тому, что имеет приятные запахи, но не имеет вкуса. Считается ли святость седьмого года, распространяется ли на то, что только к запахам, для запахов используют. Но наш мирт, который сажают только для этрога, для четырех растений, наш мирт не используют ни для чего другого в основном. Их специально выращивают, только чтобы поднять в сукот. Возможно, что у них нет никакой святости седьмого года. Но насчет этого приводят другие мудрецы, что такие не все согласны с этим псаком, и есть место быть строгим по отношению к Мирту. Кажется, обычай быть мягким по отношению к Мирту тоже сегодня. В любом случае я видел, что основная проблема – это год после седьмого. Сам седьмой год обычно привозят то, что уже собрали дорошашаны, и это вообще не проблема. А вот после седьмого года, когда привозят растения, в том числе из Израиля, то в основном беспокоятся бы троги. Ну и, наконец, пишет дальше автор Пискетшуво, что по отношению к ивовым веткам вообще ни по какому мнению не относятся святости седьмого года. В этом баруха-шам нет никакой проблемы, тем более, что у нас все равно они в основном из земли Израиля. Ивовые ветки у нас местные в основном продают. Но израильтяне наверняка берут свои собственные, да, в Израиле все четыре растения обычно не привозят из других стран, а берут свои собственные. Поэтому хотя бы хорошо знать, что хоть к ивовым веткам ничего не относится, ни одна из проблем. Поэтому можно было бы теоретически сказать, что так же, как и трог, можно купить вместе с остальными. Можно было бы тогда за ивовые ветки взять огромную цену и включить все четыре растения, но сказать, что продаешь только ивовые ветки, и так обойти проблему. Но это не обходит другие проблемы. Я уже говорил, что седьмым годом есть много разных законов. Вот есть проблема с тем, если, например, эти фрукты охраняли, не сделали хевкер. И тем более, если работали над землей в седьмой год. Это все отдельные проблемы, которые не зависят от того, как продавать. Мы только обсуждали проблему, как продавать итрог, и что в седьмой год. Мишина говорит, что его не продавали отдельно, а просто его цену включали в цену остальных растений. То есть человек как бы покупал три растения, ему бесплатно дарили итрог. Но есть еще другие проблемы с итрогами. Это все выходит уже за рамки нашего урока. Если вам нравится это видео, пожалуйста, возьмите лайк.